Открывать миру свои таланты и умения, приносить людям радость и хорошее настроение, делиться знаниями и информацией. Казахстанская Медиа Академия представляет. Ежедневные истории о том, как обаятельные и харизматичные становятся медийными. Присоединяйся! Всем привет! С вами Макс Каспирович. Не переключайтесь, это дневники Казахстанской Медиа Академии. А давайте поговорим честно. Казахстанское кино и три больших знака вопроса. Прошлое, будущее, настоящее. Давайте вместе разберемся в этом. Казахстанской Медиа Академии Казахстанской Медиа Академии Казахстанской Медиа Академии Есть ли будущее у казахстанского кино? Думаю, будущее есть. Естественно, есть. Ну, наверное, когда-нибудь, да. Когда-нибудь, да. Вы сами смотрите? Безусловно, оно есть. Я общаюсь со многими молодыми людьми и зрителями, и кинематографистами молодыми. И да, мы придем, в ближайшее время мы придем к драматическому кино. Что за вопрос? Ну, кино нужно, по-моему, всегда. А хорошее кино, оно нужно, ну, мне кажется, постоянно. Тем более сейчас, я считаю, что в Казахстане появилось очень много не очень хорошего кино. И потому что от того количества, мне кажется, страдает качество. В последние полтора года, два года, казахстанское кино начинает развиваться очень интенсивно, очень заметно. И, к счастью, уже очень много фильмов, из которых можно выбирать лучшие. Оно нужно, потому что его мало. Оно нужно. Мы сейчас выбираемся потихонечку. Всякое кино нужно. У каждого кино есть свой зритель. Имеет место быть. Мы имеем право существовать. И мы можем даже в будущем конкурировать с другими странами. Почему нет? Я верю, что наш вообще кинематограф будет круче и будет хайповее болливудского кино. Ассоциация кинокритиков Казахстана существует с 2014 года. Это независимая общественная организация. Гульнара Абикеева, президент ассоциации. С ней поговорим. Дайте адекватную оценку казахстанскому кинематографу. Такой глобальный вопрос. Мы, собственно, церемонию проводим для того, чтобы дать адекватную оценку казахстанскому кинематографу. Но, опять-таки, я сравниваю его с кораблем. И это не маленькая суденышка. Это настоящий корабль, у которого мощное машинное отделение. Всегда приходит много желающих. Прямо заходят на этот корабль, чтобы снять кино, сделать кассовые сборы. Как правило, это комедии, мелодрамы, даже фильмы, ужасы и так далее. То есть это пароход такой на хорошем ходу. Вот у нас не случайно две номинации. Лучший фильм-драма и лучший жанровый фильм. Потому что, как правило, фильм-драма – это фестивальное кино. И оно, как правило, его видят за рубежом. Это, как правило, социальное, такое размышляющее, философское, медленное, незрительское кино. Поэтому, если вы говорите о драме, то это, в общем, фестивали. А если говорить о жанровом кино, куда идёт народ, это комедии, фильмы, ужасы и так далее. Сейчас у нас развивается... Если там в начале 2000-х говорили, что казахское кино исключительно фестивальное, то сейчас, конечно, оно разное. И это очень хорошо, потому что, смотрите, вчера две премьеры, то любой ценой регистратор, до этого си-си-та, впереди ещё у нас фильмы, ужасы и так далее. То есть мы только могли об этом мечтать в 2000-х годах, чтобы в год было по 30-40 премьеров в год. То, что пробилось вовне – хорошо. То, что пробилось здесь – в прокат – хорошо. На самом деле кино – очень демократичное искусство. И зритель голосует ногами и билетами, и деньгами. Их надо очень много воспитывать, производить, образовывать, выпускать в вузах. Тогда они не будут... Точнее, даже тогда, если кто-то убежит, то не сильно будет заметно. На самом деле, это около 30-40 премьеров в год, летний раз в концерте не bustенье. Абсолютно. Дело в том, что у нас первая была задача – быть максимально независимыми и свободными от всяких маке, баки, саки. Поэтому, если вы посмотрите на нашу пресс-кену, вы не видите ни одного логотипа, ни одной кинокомпании. Да, конечно, адекватно. Учитывая то, что сегодня уже вовремя все началось. Не на час позже, не раньше. Как это у казахов заведено, на час. Пригласили на 8, подтянулись в 10. Все здорово. И потом, где Гульнар Абикеев, там все в порядке. Ну, я думаю, она очень адекватная, потому что я очень давно знаю Гульнара Абикеева. Знаю про остальных всех. И это люди, которых невозможно подкупить совершенно. Пробовали? Нет, я не пробовал, но я их знаю очень давно всех. И поэтому я считаю это самым адекватным выбором. Вообще из всех выборов, которые существуют. В ассоциации кинокритиков сидят люди с хорошей психикой, очень такие самоуверенные. И в целом, я думаю, что эти люди не будут обманывать. И самое главное, обманывать самих себя. И я думаю, что она всегда прозрачна и всегда честна. Мне кажется, специалисты не то, что не убегают. У нас даже нету специалистов. И если есть их, очень мало. И поэтому я говорю, что все нашли какую-то нишу и сидят, собственно, делают такие казахстанские коммерческие фильмы. Я, наоборот, бы думал, что государство должно больше датировать в кино, именно независимое, чтобы появлялись новые жанры и появлялись новые режиссеры. У нас сейчас есть очень такая потрясающая история, которая называется «Закон на кинематографии», который развивается, который создается, утверждается. И мы надеемся, что он будет в ближайшее время принят, который даст в том числе и молодым, независимым режиссерам, талантливым режиссерам большую возможность не просто делать то, что им нравится в Казахстане, но и получать за это адекватную оценку, в том числе и финансовую оценку своих талантов, своих способностей. Казахстанскому кинематографу я желаю в первую очередь хороших кассовых сборов. Всем, причем, вне зависимости от того, снимаешь ли это комедию, драму или боевик. Если мы будем видеть хорошие кассовые сборы, мы будем видеть еще больше фильмов, и если фильм собирает кассу хорошую, значит, что-то зритель в нем увидел, что-то его в нем зацепило, значит, хорошее кино, которое будет номинироваться на нашу кремию в следующем году. Снимать, не останавливаться, и все. А зритель найдется. Я считаю, что нужно увеличить демографию Казахстана, чтобы популяции было больше. Чем больше детишек, чем больше наследства за нами остается, тем больше и наследия в кино. Мне кажется, должен быть какой-нибудь наш казахстанский актер, либо режиссер и так далее, который поднимет Оскар над головой и скажет «I'm from Kazakhstan», и тогда скажет «эй, это же наш». Хочу, чтобы в казахстанское кино приходило все больше молодых режиссеров, которые не хотят заработать деньги в кино, а которые хотят делать кино, и, наверное, это самое важное для возрождения нашего казахского кино. Хочется, знаешь, хочется супергероев. Вот, хочется супергероев. Поэтому, если меня слышат, они меня по-любому слышат, и вы по-любому это слышите. Поэтому, блин, давайте сделайте что-нибудь крутое из супергероев. Я верю в это, что мы когда-нибудь будем делать крутые персонажи, и появится какой-нибудь супер-найман, который будет помогать. Ну, что-нибудь такое, короче. Хочется, чтобы были разные направления, не только стоями связаны с родственниками. Поэтому, уважаемые агашки, пожалуйста, поддерживайте. Крутые проекты, необычные проекты. То, что агашки есть, и я думаю, что это нормально, что главное, чтобы было это адекватно. Дорогие спонсоры, пожалуйста, давайте деньги независимым режиссерам, и поддерживайте премию «Выбор критиков». Ребята, помогите нашим казахстанским режиссерам, актерам, продюсерам. Всего один раз живем, давайте жить дружно. Кинематограф – это та сфера, которая нуждается в развитии, и вкладывать деньги в кино – это правильно и необходимо. Помогите киношникам. Пока у нас не примут закон о кино, ни о каких деньгах речи быть не может. Никто им денег не даст. Пока мы не сделаем какие-то, когда выйдет закон о кино, и где-то будут какие-то преференции людям, которые будут давать деньги на кино, какие-то там льготы, вот тогда мы можем говорить о больших деньгах. У нашего кино есть незабываемый почерк. Но куда это нас приведет, давайте решим вместе. Следишь ли ты, дорогой зритель, за нашим кино? Как давно ты был на премьерах наших фильмов? Кто-то из великих когда-то сказал. Для того, чтобы построить успешное будущее, необходимо жить в настоящем, опираясь на прошлое. Это дневники Казахстанской медиа-академии. Давайте говорить честно. С вами был Макс Каспирович. Не переключайтесь. Вы симпатичны, талантливы и харизматичны? Мечтаете освоить навыки ведущего и блистать на телеэкранах? Казахстанская медиа-академия приглашает вас в старшую группу курсов «Ведущий интервьюер» и «Ведущий прогноза погоды». Приглашаются желающие старше 25 лет. В программе обучения, уроки по технике речи, ораторское и актерское мастерство, работа над экранным образом, развитие навыков общения перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами. И, конечно, настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Запись на кастинг по телефону в Алматы 317-19-86.